Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова, это передача о мелочах и жизни. Тема нашей сегодняшней передачи бьюти-тренды 2024 года. И в этом мне помогут Надежда Валиулина, вице-чемпион Европы и чемпион России по макияжу и парикмахер-стилист, а также Юлия Ракова, преподаватель и стилист по прическам. Юлия, первый вопрос у меня будет к вам. Скажите, какие у нас тренды в стрижках? Тренды в стрижках могут быть как на длинные, так и на короткие волосы. Если, например, брать длинные волосы, то это может быть каскад, так как его сейчас очень многим нравится укладывать, потому что это легкие подвижные текстуры, как укладки на брашинг, так и на фен. Также это могут быть удлиненные челки, которым очень многие сейчас полюбили. И если на короткие, то это разные виды и формы каре, которые у нас очень любит Надежда. Надежда, можете рассказать про каре? Да, с удовольствием. Смотрите, каре сейчас в моде текстурное. Мы много, долгое время носили разные длины каре, чуть более длинные, плотные, на удлинение. А теперь мы носим более текстурные. Чем это нам выгодно? Тем, что они более подвижные, они хорошо носят, держат объем. И этот тренд пришел к нам из Кореи. На самом деле, много я видела девушек, которые приносили фотографии именно с корейскими девочками и просили именно такую форму. А также ультра на пике, на популярности у нас идет, это ультра короткие стрижки. Очень короткие. Если вы захотели сменить свой образ, именно это весной, это самое лучшее время. Именно мальчишеские, которые вот прям можно ставить. Надежда, мне кажется, такие прически больше подойдут жестким волосам, наверное, более густым. Сейчас большой ассортимент стайлинга. Суперлегко моем, в ладошечках растерли, нанесли, и все у вас будет стоять. Поэтому есть специальные стайлинги для каждого типа волос. Поэтому, если вы хотите попробовать, пробуйте. Сейчас самое лучшее время. Спасибо. Супер. Надежда, расскажите про тенденции в макияже. Тенденции в макияже на самом деле огромный ассортимент. Мы можем выбрать. Основные какие-нибудь. Да. Но самое главное, что они все носибельны. То есть вот ушло многообразие того, что мы не примерим на себя. А сейчас все самое то, что мы любим. Итак, первое, что мы любим. Мы любим легкий тон. Любим хорошую кожу, светящуюся кожу, так, чтобы мы были отдохнувшими, свежими. Поэтому предпочитаем BB-крема и какие-то легкие текстуры, возможно, светоотражающие праймеры и так далее. И это вам даст как раз эффект вот этой вот влажности, ухоженности, люксовости. Это прям супертренд. На голом лице можно нарисовать, например, губы как акцент. И это будет второй тренд. По сути, берем помаду с собой, вечером наносим помаду, и вечером мы тоже в моде. По глазам можно очень прозрачно, можно натурально, но в любом случае это не ярко, не контрастно. Все очень мягко, все как мы любим. И акцентными у нас становятся что? Ресницы либо губы. Ресницы это паучьи лапки, если мы делаем тушью, или можно ставить пучки. А лучики? Лучики мои в тренде сегодня? Да, я вот прям залюбовалась. Мне очень нравится. Я специально воспользовалась. Очень красиво. Спасибо. Вот. Лучки это пучочки, можно добавлять в свои реснички или ставить именно уже как пучками, более распахнутые, на верхнем и на нижнем веке. Поэтому не стесняйтесь, берите самые объемные туши и наносите их активно. По бровям тренды были достаточно активные. Какие мы брови только не носили, вспомните, 4-5 лет назад. Мне кажется, все девчонки улыбались, когда на светленькой девочке мы видели супер темные брови. Вот. Сейчас лучше меда, чем перя. То есть мы супер натуральные. Если ваши брови чуть светлее, чем вы любите, это будет лучше, чем если они будут очерчены. Графика уходит полностью. Расчесываем гелями. Ну, по сути, больше... Прошу прощения, водичка. По сути, больше ничего не нужно. Поэтому брови зачесали, губы бальзамом накрасили, тон положили. Можно легкий какой-то цвет на веко, и ваш макияж готов. И еще взорвал интернет сейчас Барби Бум. Все знают об этом. Мы видели очень много в Инстаграме буквально несколько месяцев назад. Все розовое, розовое, розовое. Ну, так вот, от этого... Когда эти румяна наносятся буквально и на глаза, и на губы. Везде, да, все верно. То есть, одной кисточкой прошлись века, сюда, сюда, и все, и все готово. Для тех, кто не готов так экспериментировать, я рекомендую вам тогда взять лайфхак от румяна. Румяна освежают, делают наши отдохнувшими. Розовые подойдут холодным подтоном для холодного цвета типа. И есть теплые такие... Коралл плюс розовый подойдут для теплого цвета типа, но в направлении розового. По сути, если вы нанесли румяна, вы уже классно выглядите. Конечно же, хайлайтерами мы не исключаем. Хайлайтер, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Этот тренд, мне кажется, задержится на много лет. Вот, а по губам я бы хотела отметить одну... один момент. Вот мы носили помады разные, какие только не носили. Сейчас можно накраситься на бегу, почти без контура. Либо можно сделать с контуром, но они должны быть влажными. И оттенки красного в моде приглушенные, достаточно спокойные. Малиновые, бордовые, вишневые. И они тоже без контура. Знаете, вот есть продукт такой масло для губ. Он вроде бы сочный, но такой как бы вот как пятновый, да, без контура. Вот это самый идеальный продукт сейчас. То есть покупайте масло для губ ярких оттенков, и это будет супер, супер трендово. Вот. И омбре, омбре. Наши подиумы блистали, блестели, можно сказать, ведьмами, нечистьями разными. И это отложило отпечаток на нашем повседневном макияже. Мы можем взять карандаш для глаз, обвести глаз, чуть-чуть пальчиком размазать, сделать такой демонический взгляд, и это тоже в тренде. Как у Памы Лендерса. Да, или взять тот же черный карандаш, обвести губы, чуть-чуть растушевать в красный, и тоже получается такой демонический образ. Супер, спасибо большое. Юля, скажите, какие цвета или техники окрашивания в моде? Про цвета. Как говорила Надежда, так и же про натуральность. То же самое могу сказать про цвета в окрашивании. Это натуральные какие-то оттенки в теплых подтонах. Например, если это темные волосы, то это будет карамельные, шоколадные или цвет капучино. Если это русый цвет волос или блонд, то опять же ближе к теплому цвету. А про техники. Кстати, техники эти очень классно смотрятся на укладках. Это немножечко расцветленные пряди или эффект выгрышевших волос. И также, наверное, тоже многим и всеми любимые балаяш и шатуш, которые, повторюсь, очень классно смотрятся на укладках, на собранных или в каких-то текстурах. Юля, вот раньше было актуально отросшие корни. Как с этим сейчас? Нет, сейчас это не актуально. Это уже отходит, отошло уже, да, отошло. Поэтому это сейчас не на пике. Спасибо большое. Надежда, коротко про цвета в макияже. Есть вот определенные? Да, конечно. Сейчас обратите внимание, цвет на глазах. Пастельные цвета. Из ярких это красные тона. Из пастельных это бирюза, мята, мачо. Ну, так скажем, нами любимые. Вообще пастельный розовый, очень модный. Персиковый. То есть это то, что нам очень легко нанести. Мы берем, например, там буквально кисточку одну и буквально заодно движение это дело. Это касательно теней. Но сейчас цвет и в стрелках. То есть мы, если возьмем и сделаем там какую-то голубую стрелку, голубой сейчас очень трендовый цвет, и он прямо, ну, такой самый, моднее даже, чем другие цвета. Конечно, его с осторожностью оденут девушки с зелеными глазами, но пускай они обратят внимание на тренд мачо или зеленый. То есть это тоже модно. Для кариглазых сейчас очень классный тренд с коричневым цветом. Коричневый считается базовым цветом. Он вроде как бы натуральный, и мы его используем, ну, по сути, у каждой девочки есть коричневый цвет в палетке. Но обратите внимание, что сейчас мы его используем как моноцвет. Вы можете сделать глаза, щеки, губы. И, ну, как бы вот, но достаточно натурально, то есть не ярко. То есть вот коричневый тоже. И цветные туши. Цвет у нас идет в тенях, в стрелках и в ресницах. Но по отдельности. Хорошо, спасибо. Юлия, расскажите, есть ли какие-то антитренды, связанные с волосами? Да, конечно же, есть. Например, в стрижках это короткая, густая челка. Вот это я считаю, и многие считают, что это сейчас антитренд. Это тоже уже отошло, так же, как и отросшие корни. И опять же, например, если брать проукладки, то уходит и уже ушло. Это большие объемы, это суперначесы. Это выглаженные очень сильные локоны. Или даже можно назвать кудряшки. Это тоже уже отошло. Но все-таки, опять же, ближе сейчас натуральность, легкие какие-то локоны. Это, кстати, гладкость. Очень актуальна гладкость. Выглаженные красивые волосы, потому что они смотрятся здоровыми, блестящими. Это тоже очень круто. Спасибо большое. Надежда, в макияже какие у нас антитренды? Да, антитренды в макияже. Это матовый помады 1, плотные тона 2. В принципе, это самых 2 больших антитренда. Ну, матовость. Матовость и плотность. Легкость, свежесть. Это модно. Спасибо большое. Супер. Юлия, назовите ваш топ-средств для волос. Топ-средств для волос. Первое в моем списке – это, конечно же, термозащита. Потому что, повторюсь, что девушки все, все мы, девушки, хотим сохранить качество наших волос. Чтобы они были здоровыми и блестящими. Поэтому, конечно же, термозащита – это чтобы… Защищать. Да, да, чтобы защищать их. Второе – это спрей или для кого-то, может быть, мусс для объема, который помогает нам создать объем для ежедневной укладки. Опять же, для нашей любимой челки удлиненной. И, конечно же, лак. Лак не обязательно используют сильной фиксацией, не обязательно легкой. Можно средний для того, чтобы поддержать волосы в хороших движениях и не сильно их фиксировать. Потому что, опять же, если их сильно залачить, это тоже будет некрасиво. Это тоже уже антитренд, можно даже сказать, да? Да, да. Спасибо. Надежда, что должно быть в косметичке каждой девушки? Смотрите, так как тренды про легкость, то я, конечно, за легкость. Если вы используете тональный крем, то это BB. В принципе, консилер, тушь с мега объемом, румяна. Румяна, кстати, можно делать с помощью помады, когда мы наносим пальчиком сюда-сюда. И, в принципе, уменьшить косметичку на один продукт. И также хайлайтер. Я считаю, что без хайлайтера уже жизнь наша скучна. Но выбирать с мелким помолом, с натуральным сиянием, без крупных блесток. И вы будете свеженькие, буквально капли хайлайтера, консилер, бальзам и масло для губ. Плюс этот же хайлайтер можно использовать также на глаза. Пользуйтесь этим, да? Вот сияние на глазах, оно актуально? Что-то ничего про это не говорили? Вот сейчас тренды вот эти уходят. Единственный тренд про сияние есть только один. Вот оттуда же из Кореи к нам пришел тренд, когда девочка из Кореи наносит розовый сюда, розовый сюда, розовый сюда. Без четкого контура здесь. И вот поверх берет такое серебро и вот его пальчиком наносит. Но буквально ограничено. Вот такого, чтобы все веко блестело, к сожалению, уже нет. Надежда, а как же тогда вот коммерческие макияжи, которые чаще всего запрашивают девушки? Все так поменялось на самом деле. И действительно сейчас вот прям натуральность, натуральность, натуральность. Мягкая коричнево-растушеванная стрелочка на чистом голеньком личике. Красивые губки оформлены. Ничего лишнего. Вообще ничего лишнего. В принципе, вот тренды этого года мне очень близки. И я считаю, что вот мы подчеркиваем свою натуральную красоту и принимаем себя такими, какие мы есть. Но эти тренды не оставят визажистов без работы? Нет. На самом деле я считаю, что подчеркнуть достоинства и убрать недостатки все равно коррекцию никто не исключал. Коррекция глаза, брови, губ, скул. Всего по чуть-чуть. Все девочки знают, чтобы натурально накраситься, два часа сидишь. А чтобы накраситься ярко, за 15 минут можно. Да. К сожалению, пока все так. Юлия, что вы пожелаете нашим зрителям? Я желаю, чтобы наши девушки любили себя, ухаживали за собой, ходили в салоны красоты, делали себе прически, макияжи, даже сами себе. Потому что сейчас существует очень много курсов для себя, как по макияжу, так и по прическам. Поэтому не забывайте себя баловать и любить себя. Надежда? На самом деле тоже хочется пожелать заботы, заботы и любви. Почему? Потому что настроение наше поднимается. И мы сразу любим мир, любим других. И доброта, красота царит в этом мире. Я считаю, что это самое, что нужно сейчас, самое актуальное. Любите себя, любите своих любимых и больше пребывайте в положительных эмоциях, в хорошем настроении. Спасибо большое. А я хочу пожелать вам быть красивыми, любимыми, счастливыми. И вы только посмотрите, все эти тренды направлены на то, чтобы облегчить нам, девушкам, жизнь. Естественность, натуральность, легкость, все, что нам нужно. Поэтому после этой передачи все будут красотками. А мы с вами увидимся в следующем эфире Ульяновской правды. Пока-пока. Пока-пока.